всем привет дорогие друзья идущий на смерть в первый раз в этом году приветствует вас да рады вас видеть в нашем рождественской новогодном выпуске сейчас мы будем готовить с вами самый рождественский на мой взгляд напиток это глинтвейн к слову слово немецкое пришло к нам из рубежа то есть поговаривают что у немецких хозяек у каждой есть по несколько рецептов глинтвейна грубо говоря как у нас рецепты борща то есть все изощряются как удивить чем согреться мы же с вами пойдем по классике и скажем так выборы вы выберем для себя ленивый вариант то есть все инди градиенты у нас на столе перед нами для этого мы взяли самое дешевое каберне которая мог предложить на магазин красное белое за 140 рублей таманский полуостров по-любому добавим в наш божительный напиток немного амаретто просто для вкуса натуральная апельсинка натуральная яблочко ложка меда и также набор ой символ года символ года сидит тут у нас вырывается он хочет наступить и желает вам всего самого лучшего вот он бы повелял но у него спрятался вот он еще вернется мы продолжим обозревать содержимое стола все необходимое для глинтвейна на нашем столе это и мед натуральный апельсинка яблоко все свое домашнее цедра апельсина корица перец тушистый гвоздика кардамон и имбирь этого конечно у меня не нашлось но спасибо ашану за вот такие наборчики для ленивых хозяек или экономых хозяек на самом деле сами ингредиенты весьма копеечку влетят если все делать по науке вот так же самое дешевое сухое вино амаретто рождественское настроение и давайте приступать к чуду друзья приступим но перед тем как приступить хочу похвастаться перед вами ножом он уникален ему уже второй десяток уже домой прошел и завтра я его поменяю на новый хотя видите написано нож труд сделано в россии и это будет его звездный час напоследок f5 друзья начнем с яблочкой ну понадобится нам только половина яблока мы уберем кстати потом после того как наш напиток будет готов эти дольки очень будет приятно схрумкать поскольку они пропитаются божественной амброзии вот это тоже порежем самое главное апельсинка которая даст нам и сладость и вкус апельсинка в меру мягкая значит она сладенькая а если апельсинка сладенькая то в честь своей сладости надеюсь она отдаст и конечному продукту и потом я тоже будет прикольно пообсасывать когда она пропитается вином но вы поняли так ну читерство за рекламу не платили просто удобно в принципе есть не только аташана в разных исполнениях единственное что было в наличии супермаркетах теперь теперь отвратительный запах честно говоря на вкус бы это конечно я пробовать бы не стал но сухое красное принципе киберне винодел ванда ботнер почти ванда вижн тоже принципе делаю не по канону предварительно стоило бы мне возможно даже в обычной воде вот этот пакетик с пряностями вскипятить немного а только потом добивать туда все основные ингредиенты но трубы горят рождественские фильмы готовы котик урчит все требуют праздника сейчас нам нужно это кипятить но но не до 100 градусов очень сложно особенно на моей индукционной плите это будет сделать я наверное до первого малейшего пузырика буду кипятить вот а так комфортная 70 80 градусов вот то есть поскольку когда начнется процесс кипячения алкоголь отсюда будет выпариваться она нам надо а для чего тогда все это также в процессе готовки я добавлю один шот moretto для градуса и сладости и ложку остатки наверно все меда перемещаемся на кухню поехали и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вуаля! А вот и наш клинтвейн. В принципе, пахнет весьма вкусно. Давайте же поскорее дегустировать это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай жопу его к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, боже мой! Я сам негодую, я сам в шоке. Но надо попрощаться, Остин. Надо сказать им пока. А ты еще символ уходящего года. Ты фактически... Наступающего года. Значит, ты вообще главный, понимаешь? Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Нет, я, 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 я там... Короче, желаем вам, как и всегда, впрочем, найти свой напиток, вот, быть ему верным, и чтобы он вас не огорчал, и не злоупотреблять, а только дегустировать, да, Остин? Только дегустировать, как и мы сейчас с Остином будем дегустировать! Сейчас мы продегустируем этот чудесный рождественский напиток. Как раз-таки у меня сегодня немного болит горло, я много гулял, теперь я вот употреблю это и проснусь новым здоровым человеком. Надеюсь. Ох! Ох! Идойенько. Ну, что могу сказать? Нет, давайте еще один глоток. Прикольно, прикольно. Несмотря на то, что мы выбрали самое дешманское вино, несмотря на то, что рецептура была немного не соблюдена, получился вполне интересный, вкусный, согревающий напиток. К слову, когда какие-то мероприятия на морозе, и хочется согреться, то я всегда стараюсь взять именно алкогольный глинтвейн, поскольку он хорошо согревается. Бывал неоднократно в Петербурге, и когда вот такая дождливая, типичная, там, серая погода, когда ты ходишь перманентно мокрый, очень здорово греться алкогольным глинтвейном. Ммм! Ха-ха-ха-ха! Какое вкусное яблышко! В общем, друзья, будем дакууляться. В новом году ролики будут выходить гораздо чаще, вы есть уже тонна отснятого материала. Вот. Основная цель на этот год найти свой формат. Вам же желаем здоровья, успехов, доброты и процветания. Что еще говорят популярные блогеры? До свидания! Вот это, да? А, ну, кто понял, откуда, можете написать в комментарии. Добро! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...